Всем огромный привет! Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале. И сегодня у меня очень уютное для вас видео. Будем готовить осенние блюда. И приготовим что-нибудь вкусное для наших родных и близких. Начну я с очень простого, но в то же время очень вкусного, рассыпчатого пирога. И вместо начинки у меня сегодня будет слива. Тесто делается очень быстро и очень просто, буквально за пару минут. Для начала мы 3 четвертых стакана сахара смешиваем с 270 граммами просеянной пшеничной муки. И я решила попробовать добавлять в выпечку кокосовую муку. Помните, я вам показывала в своем видео о покупках? Вот сегодня использую ее первый раз. И сюда я добавила 70 грамм, то есть у меня 200 грамм пшеничной муки и 70 грамм кокосовой муки. На видео заметно, что кокосовая мука более желтая. И я их засыпала одновременно и просеиваю вместе. Дальше добавляю 180 грамм размягченного сливочного масла. И сначала измельчаю ножом, а затем уже продолжаю вымешивать рукой до тех пор, чтобы образовалась крошка. Здесь не надо сильно усердствовать, чтобы тесто не получилось однородным. Нам нужна такая рассыпчатая консистенция. Дальше я беру форму для запекания и сбрызгиваю ее оливковым маслом. У меня в распылителе, кстати, очень удобная штука, рекомендую. Если у вас такой нету, можно, естественно, смазать абсолютно любым растительным маслом, можно сливочным, по вашему желанию. Затем большую часть крошки мне необходимо распределить по форме. Я стараюсь распределять равномерно и одновременно формирую бортики. Меньшую часть нам необходимо оставить для посыпки сверху. Сильно прижимать и утрамбовывать не нужно. Необходимо, чтобы текстура оставалась немножко рассыпчатая и воздушная. Для того, чтобы в дальнейшем сок, который выделится из фруктов, смог заполнить все пустоты и соединить тесто между собой. Для начинки я сегодня буду использовать сливы. И у меня сливы с кисло-сладким вкусом. Сюда для контраста вкуса лучше всего добавлять фрукты либо кислые, или же кисло-сладкие. Очень вкусно также с яблоками, вкусно с малиной, вкусно с абрикосами. Можно даже делать с каким-нибудь кисловатым вареньем. Это будет тоже очень вкусно. В общем, здесь полет вашей фантазии. Можно смешивать, можно делать, например, яблоко и брусника, либо яблоко и клюква. Ну, в общем, все, что вашей душе будет угодно. И я сливы разрезаю напополам, достаю косточку и укладываю вокруг формы. Я не знаю, сколько точно у меня здесь ушло сливы, но вся слива разная по размеру, поэтому я укладываю не жалеючи, укладываю как бы немного внахлёст. И до тех пор, пока форма не заполнится полностью. Я затем еще обычно сливу присыпаю молотой корицей. Мне очень нравится сочетание вкуса сливы с ароматом корицы. Но так как в этот раз я использую кокосовую муку, и у нее тоже есть аромат, поэтому я решила не добавлять корицу. Ну, а вы уже смотрите по своему вкусу. Затем сливу присыпаю оставшейся крошкой. Стараюсь распределить равномерно и так, чтобы слива была полностью покрыта. Те сливки, которые у меня сильно торчат, немножко прижимаю для того, чтобы они углубились. И затем отправляю в разогретую духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов приблизительно 40 минут. Ориентируйтесь на золотистый цвет корочки. Этот пирог необходимо нарезать, пока он горячий, так как когда он остынет, корочка затвердеет и просто может поломаться. Ну, а пока горячий, это сделать можно абсолютно без проблем. Вкусный он как холодный, так и в теплом виде. И в теплом виде мне нравится подавать его с шариками мороженого. Попробуйте приготовить, это очень вкусно. Я надеюсь, вам понравится. Ну, а теперь приготовим шарлотку. Какая же осень без шарлотки? Здесь, опять-таки, все элементарно просто. Я люблю простые рецепты. И для начала я разрезаю яблоки, очищаю их от сердцевины, хвостиков. Если есть какие-то темные пятнышки, я это тоже все срезаю. Я кожицу не очищаю, так как в ней много витаминов, других питательных веществ. Поэтому я почти никогда ее не срезаю. Но если вам не нравится, то, пожалуйста, очищайте. И у меня здесь яблоки кислые и кисло-сладкие. Сладкие яблоки я бы не рекомендовала, опять-таки, для контраста вкусов. Я яблок всегда беру достаточно много. Мне не нравится, когда в шарлотке одно тесто. Я люблю так, чтобы яблоки чувствовались. Поэтому у меня здесь где-то вот 5-6 крупных яблок. Но вы, опять же, ориентируйтесь на свой вкус. Дальше я нарезаю яблоки на произвольные кусочки не очень большого размера. И для того, чтобы яблочки не потемнели, пока я буду заниматься приготовлением теста, я их сбрызгиваю немного лимонным соком и присыпаю корицей. Ну а теперь самое время заняться тестом. И для начала я поставила разогреваться духовку. Как раз, пока я тесто смешаю, у меня духовка нагреется. Так я не буду терять лишнее время. Сюда я разбиваю 4 средних куриных яйца. Если у вас яйца мелкие, то берите 5. Сюда же добавляю щепотку соли и неполный стакан сахара. Если любите послаще, то добавляйте целый стакан. Затем начинаю смешивать миксером на мелких оборотах, постепенно их увеличивая и взбиваю до тех пор, пока масса не побелеет. Теперь необходимо сюда добавить 1 стакан пшеничной просеянной муки. Я решила опять-таки поэкспериментировать и заменила 1 четвертую часть стакана мукой кокосовой. Забегая вперед, могу сказать, что на вкусе это особо никак не отразилось. То есть я думаю, что необходимо было взять муку хотя бы один к одному. Хотя, например, вот в сливовом пироге чувствовалось более отчетливо, и за счет кокосовой муки корочка была как бы более хрустящая. Теперь добавляю чуть меньше половины чайной ложки соды и гашу ее лимонным соком. Также можно погасить уксусом. Затем продолжаю смешивать миксером, опять на мелких оборотах, затем обороты постепенно увеличиваю. И так как это тесто получается жидким, то вполне справляются насадки для крема. Дальше я тесто выливаю прямо в форму с яблоками, поверх яблок. Пытаюсь распределить равномерно. И дальше необходимо немножко его простучать, чтобы тесто проникло сквозь яблоки. Можно, конечно, яблоки высыпать в тесто, все перемешать, затем вернуть назад форму. Но, на мой взгляд, это лишнее движение, так как в процессе выпекания тесто все равно хорошо распределяется, протекает во все щели, дотекает до самого низа. И в итоге яблоки получаются в тесте со всех сторон. Сверху присыпаю еще немного корицей и отправляю в предварительно разогретую до 185 градусов духовку. Выпекать буду приблизительно 40 минут. Ориентируйтесь на то, чтобы палочка была сухой. Пирог необходимо доставать из формы, пока он горячий. И для того, чтобы он у меня не поломался, я помогаю лопаточкой отсоединить края от стенок. И затем переворачиваю его вниз и форму начинаю снимать как бы чулком. Так она снимается легко. Если я вижу, что где-то начинает тесто надрываться, я опять же помогаю себе лопаточкой. Затем переворачиваю его опять и отправляю на решетку до полного остывания. Если его начинать разрезать горячим, то он может быть тесливым, поэтому я даю ему полностью остыть. Ну и затем можно сверху украсить либо глазурью, можно посыпать сахарной пудрой. Я выбрала вариант с сахарной пудрой. И в итоге очень простой, но очень вкусный и ароматный пирог у нас получился. В первый день корочка, которая сверху получается как бы сахарная, такая хрустящая, на второй день она уже становится мягкой, поэтому мы предпочитаем его съедать сразу. Ну а теперь самое время приготовить к нашей выпечке вкусные, полезные согревающие напитки. Для начала хочу приготовить золотое молоко на основе молока и куркумы. Я уверена, вы знаете о чудесных свойствах куркумы. Эта пряность очень полезная, она обладает и антиоксидантными свойствами, и противовоспалительными. Она помогает и сжигать жиры, и продлевать молодость. В общем-то, много всего полезного. Я думаю, всю информацию можно без проблем найти в интернете. Ну а я хочу вам показать напиток, который можно с ней приготовить. Для начала я наливаю приблизительно стакан молока в ковшик и буду добавлять сюда черный молотый перец. Так как куркумин плохо усваивается без алкалоида пепперина, который повышает его усвояемость практически до 1000%, и содержится он именно в черном перце. Купила попробовать вот такую смесь для приготовления куркума-алаты. И что вам могу сказать? Наверное, я бы лучше купила отдельно куркуму, так как здесь есть уже сразу добавки в составе. На первом месте идет куркума, затем кардамон, имбирь, корица и душистый перец. А вот черного перца здесь, к сожалению, нет. И душистый перец я вот не очень в напитках люблю. Я бы лучше предпочла, чтобы его здесь не было. Поэтому в следующий раз я куплю просто куркуму. Единственное, что, конечно, надо покупать где-нибудь в хорошем проверенном месте, чтобы куркума была хорошая по качеству. Дальше ковшик с молоком я ставлю на огонь. И начинаю при постоянном помешивании подогревать до тех пор, пока смесь практически не закипит. Как только появятся пузырьки, я отключу. И так как куркума не имеет явно выраженного вкуса, то обычно к ней добавляют другие пряности. Чаще всего это кардамон, имбирь и корица. Ну и, конечно, не забывайте про черный молотый перец. И, конечно, лучше, если он свежесмолотый. Также коровье молоко можно при желании заменить растительным. И вкуснее всего это будет на кокосовом молоке. Либо кокосовое молоко, разведенное с водой. Тут уже смотрите по своему вкусу. В качестве подсластителя можно использовать различные сиропы. Можно использовать мед. Ну и можно, например, сахар. Если вы будете добавлять сахар, это можно сделать сразу вместе с пряностями. Ну а если вы будете добавлять мед, то это лучше сделать уже после того, когда смесь немножко остынет. И так как куркумин жирорастворимое вещество, то для его лучшего усвоения необходимо добавить какой-либо жир. Я буду использовать кокосовое масло. Ну, можно также добавить, например, топленое сливочное масло. И я добавляю где-то четверть чайной ложки кокосового масла. У меня это нерафинированное. То есть будет еще дополнительно привкус кокоса. Ну и для того, чтобы все лучше соединилось и все вкусы смешались, я буду использовать венчик. У меня опять неудачные кастрюли. Немножко разбрызгалось. Но я не хочу никуда переливать. Решила взбить прямо тут. Можно сделать это любым капучинатором. Можно просто, например, перелить в шейкер и очень тщательно потрясти. И тогда смесь получится обогащенная как бы кислородом. Такая более воздушная и так вкуснее. Теперь переливаю все в высокий стеклянный стакан. И решила сверху добавить еще немножко маршмеллоу. У меня такие маленькие. А сам напиток у меня без добавления какого-либо подсластителя. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И на вкус напиток получается на самом деле согревающим за счет пряностей. Немножко жгучим. Но мне кажется, вот такой прохладный порой в целях профилактики заболеваний. В целях улучшения и повышения иммунитета. Да и в целом для поднятия настроения, мне кажется, очень даже неплохой вариант на замену тому же чаю кофе. Ну а теперь приготовим очень вкусный витаминный согревающий чай. Я тут себе подготовила плоды и покажу вам два варианта. Но вообще, знаете, здесь такой полет вашей фантазии. Можно добавлять абсолютно любые фрукты. Можно добавлять сухофрукты. Можно добавлять различные травы. Использовать либо зеленый чай, либо черный. Так что каждый раз у вас будет получаться новый вкус. И каждый раз будет радовать вас новыми оттенками и ароматами. Я буду использовать стеклянный заварочный чайник. И именно этот чайник удобен тем, что у него есть съемная колба. Для того, чтобы можно было регулировать степень заварки. В первый чай я буду добавлять айбу. Я мелко ее нарезаю и буду использовать вместе с косточками. Так как в них тоже очень много полезных питательных веществ. Сюда же отправляю немного ягод боярышника. И хочу добавить еще корень имбиря. Для этого я его очищаю и мелко нарезаю. Я решила взять в этот раз не очень большой кусочек. Так как у него все-таки жгучий вкус. Но вы также ориентируйтесь на свой вкус. Еще добавлю пару щепоток зеленого листового чая. И буду все заливать это кипятком. Оставлю, чтобы оно у меня настоялось минут 15. И можно потом добавлять мед по вкусу. Добавлять мед лучше уже после того, когда вода немного остынет. Чтобы он не терял своих полезных качеств. Ну а сахар можно добавить сразу. Для второго чая можно также взять любые другие цитрусовые. Лимон, лайм, апельсин. Это будет тоже очень вкусно. Нарезаю на четвертинки. Так как они достаточно маленькие. И вот тут я косточки уже выбрасываю. Так как они могут горчить. Кстати, обычно едят с кожицей. И они такие интересные на вкус. Кожица сладковатая, а серединка кисленькая. Дальше буду добавлять несколько веточек мяты. И листики буду обрывать. А там, где стебелек более мягкий, положу его целиком. Дальше добавляю немного ягод рябины. И это у меня гибрид черноплодной рябины и красноплодной. Также добавляю пару щепоток зеленого листового чая. Заливаю все кипятком и даю время настояться. Вкусный витаминный согревающий чай готов. Я очень надеюсь, что какой-нибудь из рецептов вам приглянулся. И вы попробуйте приготовить для того, чтобы порадовать своих близких и родных. Желаю вам всего только самого хорошего. Желаю вам отличного настроения, светлых мыслей. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч.